Друзья, всем привет! В данном видео я расскажу, почему твоя бывшая девушка или жена обязательно пожалеет о своем уходе, хотя ты так к этому не будешь прикладывать абсолютно никаких усилий. Часто задают вопрос, Максим, а с чем связаны вот эти вот камбэки, когда проходит полгода, год, пять лет, и вдруг женщина приходит с целью примирения? Давай попробуем заново, я тебя люблю. Хотя до этого момента, до момента разрыва, это было тотальное равнодушие, злость, чуть ли не ненависть, негатив. И сейчас я озвучу все самые распространенные сценарии, варианты, и вы сами прекрасно поймете, в чем же здесь дело. Сценарий номер один. Она уходит к другому. Да, ты пролил баланс значимости, к тебе интерес и сяк, она кого-то там находит, но она перескакивает с ветки на ветку, что не ей здорово. Ведь в отношениях должны проходить определенные стадии. А здесь этого нет. В дальносрочной перспективе негативное воздействие это окажет. Также у ее нового избранника может быть активирован режим хищника. Ведь она недоступна. Есть конкурент, она с тобой. Что-то недосягаемое. И вдруг он получает все. Точнее, все он получил еще раньше. Ведь он с ней уже спал. А когда она ему заявляет, что все, я ухожу, теперь-то я буду вся твоя. А что меняется? Он ее проблемы на себя берет. Ему это надо? Далеко не всегда. Уже здесь может быть сложность. Ладно, предположим, все в порядке. Другой сценарий. Когда у них все прекрасно. Душа в душу. Она нашла своего человека. И далее. Она с тобой расстается. Говорит, извини, ты... Я тебе не достоин. Ты встретишь лучше. А можно говорить, что ты хреновый. Это не важно. Проходит месяц. Два месяца. Три месяца. У нее в новых отношениях. И вдруг тоже начинаются проблемы. Ведь только какой-то начальный период жизни. Может быть, все здорово и прекрасно. В каждых отношениях есть трение. Определенные несостыковки. Шероховатости. То есть, кто-то в чем-то кого-то как-то напрягает. Где-то подстраивается. Это факт. И в отношениях с тобой негатив уже накопился до нельзя. С ним он еще не накапливался. И, как правило, через месяца три уже это начинает происходить. То есть, они уже получили все друг друга. А дальше что? А дальше-то что? А дальше это уже не так все. Это не конфетно-букетный период уже. А вот здесь самое интересное. Всегда наш мозг делает акцент на том, что было лучше, чем сейчас. То есть, она будет думать не чем этот кавалер лучше, чем ты. Она об этом думала, когда уходила от тебя. Понимаешь? А когда она уже с ним месяц два-три, она начинает думать, а в чем ты был лучше? Именно об этом она сейчас думает. Именно это она сейчас замечает, когда ее новый избранник делает что-то не совсем так. И такие ситуации обязательно будут происходить. И не одна, и не две, и не три. Вот здесь она немножечко может начинать сомневаться. И задумываться о том, что, в принципе, он был и не так плох. Хочу сделать такую крошечную иллюстрацию. И вам все станет очень понятно. Свойство памяти идеализировать. Вот я вспоминаю институт. Я не любил учиться. Ну, не хотел я туда ходить. Мне это было неинтересно. А вот если сейчас мне задать этот вопрос. Хотела бы ли ты на две недельки туда же вот окунуться в прошлое? Я такой, ну, да, конечно. Это вот кажется уже интересным. Это было классно. А вспомните там первую работу, которая вам в социальной вероятности не нравилась. И вы не хотели туда идти. А сейчас вы вспоминаете как-то немножечко по-особенному. И вот то же самое будет у нее после завершения отношений с тобой. Но только спустя время. Оно играет на нас. Пойми. У нее будут ассоциации. У нее будут отсылки. Она будет об этом задумываться. Это неизбежно. Следующий сценарий. Это когда после расставания, спустя время, ты стал не страдать, как она того желала. Ведь она хочет, чтобы ты просился обратно. Хотя ей для подтверждения это...